Всем привет! Вы на канале жизни в кето-бла-бла-фьюзинг. Анна, добро пожаловать на мой сегодняшний кето-обед. Что у меня сегодня? Сразу же пробегаюсь по меню, потому что, в принципе, много надо что сюда рассказать в этом видео. Конечно же, это еще порция тактического салата на вечер еще, наверное, будет порция. И, наверное, завтра уже придется новый тазик готовить для того, чтобы не морочиться по этому поводу каждый день. Я пытаюсь, во всяком случае, сделать его такой более долгоиграющий. То есть, он немножко с уксусиком такой. Маринованный. Обожаю это дело. Вообще и салаты, в принципе, и маринованные в отдельной категории маринованных салатов. Обожаю. Пищевыми дрожжами сегодня это все посыпано, как всегда. И рыжиковым маслом салаты я обычно заправляю. Сегодня я приготовила свежеприготовленную рыбочку. Это сегодня я с яйцами. Ставлю тоже опять фоточки, как это все радостно. Все скворчало на сковородочке. Готовится все очень просто. Режем рыбу, какие-то специи, соль. И просто в взбитом яйце это все окунаем. И еще яйцом этим сверху заливаем. Можно приготовить это и в мультиварке, можно и на сковородочке. А если что, можно даже и в микроволновке. Наверное, в принципе, в микроволновке было бы и удобнее. На десерт сегодня у меня грецкие орехи. И заем я это все совершенно счастливое. Сливочным маслом. При кусочку я ем. Это просто так. Грецкие орехи со сливочным маслом. И на десерт сегодня, сегодня у меня на десерт, я вчера приготовила уже на ночь, вот такие замечательные шоколадные конфеты. Купила новую формочку для конфет. Кстати, где-то тут она у меня недалеко, если что, извиняюсь, шуршит. Вот эта формочка силиконовая. Мне очень, кстати, понравились именно силиконовые формочки для шоколада. В общем, приготовила вот такие замечательные конфеты. Они даже без начинки просто шоколад, просто ретрит и просто настоящее кокосовое масло. Если что, в первом комментарии под видео оставлю уже точный рецепт, сколько я чего положила. Потому что количество сахара и в нашем случае, конечно же, ретрита очень влияет на вкус шоколада. Я вот в данном случае в этом уже убедилась, попробовав эти конфеты. И сегодня я даже на завтрак, не свой привычный завтрак, сливочное масло и пармезан съела эту конфетку. Было просто вообще вдохновляюще на целый день, я бы сказала. И вот сегодня у меня в ужин впишется замечательно вот эти четыре конфетки. Эти конфетки весят где-то 5-6-7 грамм. Одна конфетина. То есть они такие малюсенькие, в отличие от тех, которые я первоначально делала в формочке для яиц. Это всё, кстати, есть у меня. Ой, да, в форме для яиц. Они такие огромные конфетины были. И ещё у меня сегодня вот такие вот бонусы кето-питания. То есть это я получила сегодня витамины, которые заказала на сайте iHerb. И вот то, что я получила и как я это получила, ну в смысле и что там, и что именно я получила, будет отдельным видео в следующих, так сказать, в следующих видео. Поэтому, если что, заходите, заглядывайте на канал, если вам интересно, какие добавки я практикую теперь на кето-питании. Вот, ну и в конце хотела рассказать о том, какой у меня сейчас вес текущий. И я даже, о боже, я даже сфоткалась сегодня на своих весах, что вообще, в принципе, как бы для меня не характерно. А что, по сути? А по сути всё нормально. Обязательно вес стоит уже несколько месяцев в районе вот этой, так сказать, на фото обозначенной цифры. Плюс-минус где-то к этой цифре килограмм, что связано абсолютно нормально с месячным циклом. И моими, так сказать, гипертоническими делами, в общем. А, в общем, то, что вес стоит уже несколько месяцев, фактически вот плюс-минус, это хорошая новость. Потому что я уже очень долгое время после похудения на 50 килограммов со 122,5 килограммов нахожусь на удержании вот этой самой циферки на весах. То есть, в районе 70-72 килограммов меня всё абсолютно устраивает. И, соответственно, вот этот период удержания, он фактически уже скоро будет 2 года. Как? Чему я вообще рада и очень-очень горжусь. Горжусь, кстати, больше всего даже именно не похудением, а именно двухлетним уже удержанием. И, надеюсь, так и будет дальше. Ничто, ничто нас, Кето, не разлучит. Итого, Кето рулит в магии вечно. Всем привет, пока-пока. До встречи на моих каналах и будущих видео. Продолжение следует. Продолжение следует...